В эфире итоги недели на БУК-ТВ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым. Коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Полвека любви и преданности делу, полвека развития и роста, полвека самоотверженного труда на Неве, сохранения здоровья юных жителей областного центра Брещины. Первой детской городской поликлинике 50 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом и не только прямо сейчас. Мартовское заседание Брестского обл. полкома состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. В центре внимания две темы. Первая – внедрение передовых методик и современных международных систем управления качеством. Вторая – профилактика семейного неблагополучия в рамках реализации декрета номер 18. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробности в первом материале выпуска. Первый вопрос заседания – внедрение методик и систем управления качеством. Тема не праздная. Важно не просто произвести продукцию. Необходимо, чтобы ее уровень соответствовал признанным стандартам. Без качества успеха не достичь. Контролировать его и помогают системы управления и менеджмента. На предприятиях региона их сертифицировано без малого семь сотен. Только за 2017 год первично получили такие документы более полусотни субъектов хозяйствования. Однако далеко не все руководители предприятий считают такую деятельность необходимой. Я просил бы сегодня не просто говорить о тех моментах, которые всегда были, присутствовали, это дисциплина, технологическая, порядок, от чего зависит качество. Но говорить сегодня о более серьезных проблемах и вопросах, которые существуют. Тем более хотел бы сказать, что у нас есть предприятия очень хорошие, даже, можно сказать, в мировом плане, производят продукцию мирового уровня. И у них нет проблем ни с реализацией, ни с поступлением денежных средств. Значит, мы о них тоже должны говорить и на их опыте учиться. Тесно связана с качеством диверсификация рынков сбыта. Для того, чтобы продавать свой товар, к примеру, в Европу, необходимо пройти не одну проверку и экспертизу, доказать безопасность и соответствие. На Брещене немало удачных примеров, однако есть и те, кто пока отстает. Система менеджмента качества – это постоянный процесс совершенствования жизнедеятельности в организации. К сожалению, на сегодня многие руководители воспринимают систему менеджмента качества как конечный продукт бюрократического необходимости участия в тендерах, конкурсах. Более того, приходится констатировать факты отказа от правления сертификации систем. Руководители при этом ссылаются на необходимость в экономии средств, либо свою удовлетворенность в положении дел. При этом нередки в разговоре мнения о неэффективности применяемых инструментов. Но ведь это зависит от требовательности самих руководителей и как они это будут внедрять. Положительный импульс процессу должен придать специальный комплекс мер по стимулированию внедрения в работу современных методик и систем управления качеством. На уровне государства приняты определенные решения. Они направлены на то, чтобы где-то стимулировать, где-то вовлечь, где-то заставить нашу промышленность работать по самым современным подходам. Для того, чтобы выйти на качественную конкурентоспособную продукцию. Это очень важно для страны, это важно для ее развития. И поэтому комплекс мер, который утвержден премьер-министром, он является таким системообразующим документом. Он формирует сами подходы, как надо было бы и по каким направлениям нужно организовывать работу. В случае необходимости всегда готов прийти на помощь Государственный комитет по стандартизации. На Брещене есть три его центра. Наши центры должны знать все, что делается в промышленности. Какие есть проблемы, где мы можем помочь, кому мы можем оказать содействие. Кого-то надо заставлять, потому что у нас есть здесь в том числе и инспекции, которые занимаются надзором за соблюдением стандартов и технических регламентов. Мы тему качества, тему конкурентоспособности должны поставить во главу деятельности любого коллектива, потому что от этого в конечном итоге зависит успешное и устойчивое функционирование всех наших организаций. Для оценки достигнутых успехов в области качества важное значение имеет участие предприятий в конкурсном движении за качество и деловое совершенство. В этом направлении Брестский регион занимает первое место в стране. Активность, как правило, показывают признанные лидеры. Проявить больше интерес к выставкам и конкурсам необходимо и остальным. Вторая тема заседания – профилактика семейного неблагополучия. Превентивные мероприятия проводятся в рамках 18-го декрета. В частности, разговор шел о мерах дополнительной защиты детей, семьи которых или признаны находящимися в социально опасном положении, или уже на пути к этому, а также о функционировании учреждений социального обслуживания. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Жилищные вопросы, ремонт и обслуживание домов, благоустройство дворовых территорий, строительство и ремонт дорог – вопросы, которые жители Бреста сегодня адресовали руководству городом. В областном центре традиционную телефонную линию провел председатель Брестского гурисполкома Александр Рогачук. За три часа в гурисполком поступило порядка 30 телефонных обращений. Большинство звонков касались именно жилищно-коммунальной сферы. С подробностями Лариса Смолович. Субботний телефонный интерактив в очередной раз помог мэру областного центра Александру Рогачуку узнать об актуальных проблемах волнующих горожан, которые поднимали вопросы обслуживания домов, благоустройства дворовых территорий и оплату коммунальных услуг, водоснабжения, трудоустройства. 29 вопросов, 29 ответов звонили. Также для получения юридических консультаций. Все обращения поставлены на контроль. Рабочие взаимодействия. Так обозначил свое общение с брещанами Александр Рогачук. По каждому из 29 вопросов мы продумаем свой алгоритм решения этой проблемы и постараемся максимально все вопросы решить. Вместе с тем, очередной раз убеждаюсь, что в нашем городе нет серьезнейших таких концептуальных проблем, и люди с пониманием относятся к тем неудобствам, которые завязаны или являются производными вот этих больших строек, которые есть в нашем городе. Поэтому я благодарен брещанам за понимание, за то, что надо немножечко потерпеть, чтобы потом всем было лучше. Одно из обращений молодой мамы касалось не совсем эстетического вида главной городской площади, а если быть более точными, состоянием елей. Сегодня зеленое обрамление площади Ленина имеет не самый приглядный вид. К тому же, в силу своей ветхости, вечно зеленые красавицы несут опасность жизни и здоровью горожан. Корреспондент Брестского овесника Валерий Цапко, пользуясь случаем, вручил руководителю города картину неизвестного нам автора, где еле представлены, не в лучшем ракурсе. Мы уже не первый год к этой теме подступаемся и предполагаем разную оценку наших действий по площади Ленина. Поэтому здесь ситуация очень сложная. Мы очень корректно сейчас работаем над системой полива тех новых елок, которые будут вызажены, чтобы все это было красиво, чтобы площадь Ленина не проигрывала в эстетике, существующему сейчас положению вещей. Я уверен, что будет только лучше и будет красивее. Благодарили неоднократно и за оказанную помощь, и за то, что Брест преображается. Особые слова адресованы работникам службы ЖКХ. Отрадно, что именно часть звонивших благодарила коммунальников за оперативное решение их вопросов. Это та сфера, где невозможно решить все вопросы. Они всегда будут, но я считаю, что работу наших коммунальников люди оценивают положительно. Ни один звонок не останется без внимания. Такой вердикт мэра города каждый случай рассматривается индивидуально. Для тех, кто хочет пообщаться вживую, следующая информация. В апреле месяце я предполагаю в уже, опять же, отработанном формате встречу с жителями нашего города в Дворце культуры профсоюзов, приглашая туда всех желающих, которые хотят спросить у власти видения на те или иные вопросы. Точная дата проведения будет сообщена дополнительно, ориентировочно – это 20 числа апреля. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для программы «Итоги недели». Продолжаем выпуск. Современный Брест условно можно назвать городом реконструируемым. Активно ведется капитальный ремонт уже существующего жилого фонда. Вместе с тем, с завидной регулярностью, на карте областного центра появляются и новостройки, каждая из которых – одна другой краше. Сегодня внимание брещан приковано к объекту, появляющемуся на перекрестке улиц Махновича и Сальникова. Что же появится здесь уже совсем скоро и насколько масштабен проект, разбиралась наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Это должен быть репрезентативный проспект, который будет достойно формировать силуэт города и, в общем-то, станет его визитной карточкой. С этих слов начинает наше общение главный архитектор города Николай Власюк. Говоря про спект, Николай Николаевич останавливает свой взор на Варшавском шоссе. Действительно, сегодня это одна из главных городских артерий, которая с введением в строй полного цикла западного обхода станет одним из наиболее популярных маршрутов для перемещения автомобилей в областном центре. Когда в свое время здесь появились первые разноцветные дома, многие окрестили район Солнечным, Южным. Однако возведение этого комплекса только положило начало будущему силуэту. Сегодня здесь активно зарождается новый тип архитектуры – европейский, который гармонично дополняет и обрамляет структуру улиц. Угол Махновича и Варшавского шоссе, гостиница «Хилтон», которая сегодня уже построена, и пять домов с одинаковой повторяющейся архитектурой, пять зданий жилых со встроенными первыми этажами, выполненных в таком современном ключе, которые расставлены в определенном ритмическом, с определенным шагом образуют такой ритмический ряд. Интересный проект, я считаю, молодые архитекторы здесь, в общем-то, их идея здесь оказалась самой удачной, и на градостроительном совете именно этот вариант был одобрен. Пять суперсовременных домов с уникальной для областного центра планировкой – проект молодого архитектора Максима Веремюка. Первый проект сегодня уже находится в процессе строительства. Проект сочетает в себе масштабность и в то же время некоторую утонченность и элегантность. Во многом архитектору удалось этого достичь благодаря не совсем традиционной форме здания. Однако необычный силуэт нисколько не сказался на запланированной инфраструктуре. Неподалеку традиционно разместятся парковочные места, а также комфортабельная детская площадка. При проектировании хотелось создать новый образ микрорайона, что-то современное, свежее. Основная идея была в том, чтобы сделать эти дома стройными, чтобы с видос перекрестка мы видели ряд стройных домов, а не такую сплошную стену. То, что сегодня открывается в зору проходящих рядом пешеходов – это лишь часть интересной задумки. Новые дома продолжат своеобразную стеклянную традицию, тон которой задает строящийся рядом отель «Хилтон». Как идея была принята, значит, членение основное по два этажа. Таким образом мы уходим от такой подчеркнутой многоэтажки. И сам дом кажется более масштабным человеком. Основные пропорции членения полностью взяты от гостиницы «Хилтон», то есть членения по этажам. Именно поэтому заказчик принял решение сохранить высоту этажа три метра и не делать меньше, чтобы все членения поэтажные не совпадали с гостиницей «Хилтон». И это только малая часть того, что сегодня находится в активной разработке и обсуждении. В целом, Южный район со временем должен стать еще одним важным элементом образа современного Бреста. Далее планы не менее амбициозные и даже в некотором роде фантастичные. А что из этого получится, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантон, Луговкин. Специально для итоговой программы. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства стал официальным праздником в Беларуси в 1998 году. У него нет конкретной даты. Его отмечают ежегодно каждое 4 воскресенье 1 весеннего месяца. В этом году коммунальники отмечают его 25 марта. В канун профессионального праздника в Брестском областном общественно-культурном центре чествовали работников отрасли и вручали награды лучшим из лучших. А тех, кто 365 дней в году и 24 часа в сутки стоит на страже тепла и уюта в наших квартирах, следит за чистотой во дворах и на городских улицах и делает нашу жизнь комфортнее, в сюжете Ирины Альшовой. В канун профессионального праздника Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства лучшие работники отрасли купались в словах благодарности, цветах и наградах от руководства области, городской исполнительной власти, депутатского корпуса. Спасибо вас за тот труд, за ту заботу о нашем городе, который вы приносите на наши улицы, в наши дома. Я хочу пожелать вам, чтобы в ваших семьях всегда было тепло, уютно, чтобы хотелось работать, чтобы в приятии всегда было перспективы развития, чтобы все у вас получалось. Город в самом деле является чистым, ухоженным, как сейчас принято называть, комфортным для проживания наших жителей. Благодарственные письма и грамоты за добросовестный и безупречный труд вручали электрикам и слесарям, дорожным рабочим, инженерам и бухгалтерам, всем тем, кто каждый день стоит на страже комфортной жизни горожан. Год был очень интересный и очень удачный для коммунального хозяйства города Бреста. Практически все, что мы намечали, мы выполнили. Все показатели, я не буду их называть, выполнены. И город стал еще более комфортным и, так сказать, более благоустроенным. Сегодня Брестская система ЖКХ – это сложенный механизм. В 2017 году с прибылью сработали все предприятия. Снижение затрат на оказание услуг населению составило 6,5% к запланированным 5%. Заасфальтировано 117 тысяч квадратных метров городских улиц. Проведена замена уличных светильников на энергосберегающие. Продолжается работа по вопросам раздельного сбора мусора и капитальному ремонту домов. Капитальный ремонт жилого фонда, на что постоянно обращают внимание жители, живущие не только в Бресте, объемы выросли более чем в три раза. Если мы ремонтировали до 20 домов, то в прошлом году мы отремонтировали 71 дом. Это первое. Большой рывок был сделан по благоустройству. Не надо напоминать людям, что улица Сикорского, Молдогвардейская, Московская, Янки Купалы, такого никогда не было с момента ее строительства. Нам удалось это сделать. Особое внимание в году наступившем брестские коммунальники направят на благоустройство городских улиц и внутридворовых территорий. Продолжить ту практику и строительство сетей водопровода, канализации именно совместно с гражданами, и благоустройство, в том числе и дворовые территории именно совместно, вместе, конечно, мы больше сделаем. И в том числе, в первую очередь, хотелось бы обратиться к жителям города Бреста. Сегодня проходит уже месячник по благоустройству. Погода пока, как говорится, не очень нам была приятствует, но я думаю, что это скоро пройдет. И чтобы люди вышли и навели порядок возле дома своего, возле предприятия, это уже будет большой плюс. С чем бы ни столкнулся сегодня быт потребителя, ко всему отношению имеют коммунальники. Водоснабжение и канализация, тепло и свет, чистота и уют. За всем этим стоят жилищно-коммунальные службы и люди, которые там работают. В Бресте в системе ЖКХ трудится более 4,5 тысяч человек, многие из которых отработали в системе больше 20 лет. Я тогда начинала работать контролером, я работала по приборам учета. Это надо было ходить в темные подвалы. И все это со временем, конечно, все изучили мы. И, как говорится, все знали, какой дом, какой подвал, где находится прибор учета, без каких-то либо шпаргалок. Стало тяжелее, потому что люди относятся к нам, ну, не с хорошей стороны. Считают нас, что вечно мы виноваты, вечно мы в чем-то недоделки делаем людям, хотя это совсем не так. Совсем не так. Мне кажется, мы в первую очередь, сами люди должны измениться. Изменить свое отношение к системе ЖКХ, к нам, работникам. И свое отношение к нашему общему имуществу, к жилью, к инженерным системам, всему-всему. К благоустройству, к нашему городу, ко всем нам. Жилищно-коммунальные и бытовые службы были и остаются главной составляющей городского уклада жизни. Благоустраивать, украшать, создавать комфорт и уют, нести ответственность за чистоту и порядок, без скидок на капризы природы, времена года, праздники и будни. Задача, которая стала профессией. Предстоит очень много сделать по благоустройству, по перекладке инженерных сетей, по капитальному ремонту ЖКХ, особо хочу сказать о реконструкции очистных сооружений. Модернизации заводов, оснащение парка новыми аттракционами. То есть задач очень много, коллектив нацелен, и я уверен, что мы все задачи выполним. Ирина Ольшова, Денис Величкович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. Полвека любви и преданности делу, полвека развития и роста, полвека самоотверженного труда на ниве сохранения здоровья юных жителей областного центра Брещины. Большой юбилей отмечает первая детская городская поликлиника. Накануне состоялось торжественное мероприятие, посвященное важной и очень красивой дате. Анастасия Стропко о полувековом юбилее. Своё здание сотрудники первой детской называют кораблём. И в этом что-то есть. Поликлиника выглядит так же солидно и внушительно. Если продолжать параллель, то и по жизни плывёт, как большое морское судно. С достоинством преодолевая препятствия, заботясь о тех, кто на борту. Сегодня кажется, что так было всегда. Однако под единую и современную крышу подразделения учреждения собрались не так давно, в июле 2014-го. Но уже успели территорию обжить и сделать настоящим центром здоровья. Сегодня поликлиника, конечно, даже не верится, что она была другой. Всего лишь четыре года вот это наше здание сравнивает с кораблём. Вот такой отправился в такое большое плавание, красивый, достойный. Но поликлинике 50 лет и не всё так было гладко, красиво, как сегодня. Готовясь к этой дате, мы прочитали все архивные сведения. И вообще, если честно, то у меня возникает чувство глубокого уважения и преклонения перед теми докторами, которые работали вот 50 лет назад, именно в 70-х годах, когда это всё развивалось. Функционирование корабля здоровья обеспечивает порядка четырёх сотен человек – врачей и среднего и младшего медперсонала, технических работников. В помощниках – современное оборудование, укреплённая материально-техническая база. К примеру, не так давно в поликлинике появился оптический топограф. Он нужен для проверки позвоночника и совершенно безвреден для здоровья. С аппаратом работает представитель молодого поколения докторов – Павел Дыцук. В поликлинике Павел Николаевич трудится около года, но уже успел влиться в коллектив. И уверен, с местом работы ему повезло. Первый год работаю в поликлинике. Вместе с супругой сюда по распределению попали, вместе работаем. В принципе, общие впечатления только положительные. То есть поликлиника ухожена, отремонтирована. Даже, знаете, в чистом, уютном помещении легче даже работать. То есть первые впечатления в любом случае только положительные. Поликлиника сегодня – это 11 структурных подразделений. В их числе – Центры дружественного отношения к подросткам вместе. Здесь проводят семинары, тренинги, занятия и консультации для молодёжи. Деятельность подразделения ценят дети и их родители. Высоко оценивают специалисты – белорусские и зарубежные. То, что нас знают и нам уже не надо о себе заявлять, это, наверное, большой показатель того, что мы работаем, мы функционируем и мы живём в центре вместе. Одним из трёх педиатрических отделений поликлиники уже не первый год заведует представитель опытного поколения докторов Светлана Моисеева. В профессию Светлана Александровна пришла осознанно, без малого, 40 лет назад. И о своём выборе не пожалела. Доктор уверена – в медицину и особенно в ту, что связано с детьми, случайно люди не приходят. Все педиатры, работающие в моём отделении, каждый скажет так, как говорю я сейчас. И сетуют, и возмущаются иногда, но всё равно они рады, что они работают в педиатрии. Это совершенно искренне. За свой труд Светлана Моисеева в числе других работников поликлиники получила награду на торжественном мероприятии. Последнее состоялось накануне в городе над Бугом. Поздравить коллектив «Корабля здоровья» с праздником пришли друзья и коллеги. Тёплые слова поздравлений, подарки и награды – все атрибуты настоящего праздника оказались в наличии. Хочу поздравить вас с юбилеем, сказать, что вы молодцы, вы справляетесь с очень ответственными задачами. А с учётом демографии нашего города, благоприятной демографии, нагрузка на вас всё время возрастает. Всё у вас получается. Прекрасно отдаю себе отчёт, что есть необходимость в расширении сети именно педиатрических медицинских заведений. Но пока возможности у нас не самые широкие, вы, ваш коллектив, всё прекрасно справляется. Здоровья вам, удачи! У вас замечательный, красивый руководитель, у вас замечательное здание поликлиники, здание, которое абсолютно органично впитало в себя и современную архитектуру, и историческую составляющую. Я хочу пожелать вам такой же гармонии, как есть в вашем замечательном образе поликлиники. Но со своей стороны обещаю, что и дальше в поле зрения городской власти мы будем держать ваше заведение, мы будем помогать в силу возможностей бюджета. И на самом деле это наш приоритет. Большая дата – повод оглянуться назад, оценить сделанное, а ещё обязательно сформулировать свои планы и мечты на грядущее полвека. Дорогие мои коллеги, уважаемые ветераны, от всей души поздравляю вас с нашим таким небольшим праздником. Хотя он праздник для кого-то кажется небольшой, а для нас это очень такая значимая дата. Дай вам Бог всем здоровья, чтобы вы всегда справлялись с тем объёмом задач, которые перед нами всеми стоят. Будьте здоровы, счастливы. Говорят, счастливый человек может нести счастье и в другие семьи. Всех всяческих вам успехов, добра, мира, всего самого-самого доброго и светлого, что есть в этом мире. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Шесть лет назад президентом Беларуси был подписан указ номер 395, который обозначил 23 марта профессиональным праздником работников гидрометеорологической службы. Накануне даты наши корреспонденты побывали в Брестском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Поздравили предсказателей прогнозов небесной канцелярии с профессиональным праздником и узнали, когда всё-таки ждать весеннего потепления. Одна очень известная поговорка гласит, не броните погоду. Девять человек из десяти не смогли бы начать ни одного разговора, если бы погода не менялась. В Бресте сюрпризы и капризы природы обсуждают с 1834 года. А значит, за жизнью небесной канцелярии в городе над Бугом наблюдают ровно 184 года. Первые метеорологические исследования начались в тогда ещё строящейся крепости Брест-Литовск. Естественно, тогда наблюдения были на уровне инструментов того времени, в то время гидрометслужбы как такого в таком понятии не было. Это были наблюдения, которые проводили различные ведомости в силу потребностей в этих наблюдениях. Они были очень разрозненные. Термометр и барометр раньше этих незатейливых приборов хватало для того, чтобы составить прогноз погоды. Сегодня метеорологическая станция, где, к слову, фиксируется множество данных о погоде, напоминает космическую базу. Небольшой участок Земли заставлен различными приборами, часть из которых находится в специальных будках. А вот сам Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды больше похож на обычный офис. Компьютеризация значительно облегчила труд метеослужбы. Но спектр направлений деятельности очень широк. Метеорологические наблюдения, агрометеорологические наблюдения, гидрологические наблюдения. Значит, аэрологические наблюдения в городе Бресте – это зондирование верхних слоев атмосферы. Мы занимаемся экологическим мониторингом. У нас есть лаборатории. У нас есть авиационно-метеорологическая станция гражданской авиации в Бресте, которая обеспечивает, вернее, осуществляет метеорологическое обеспечение полетов авиации. Наши специалисты, метеорологи, так же, как и все метеорологи всей планеты, которые сегодня отмечают день, свой профессиональный праздник, они каждые три часа в одно и то же время по всему земному шару выходят на метеорологическую площадку. Метеорология тесно связана с гидрологией. Утро руководителя группы гидрологии Михаила Козырева начинается не с кофе, а с наблюдений. Водный режим, реки, озера – все показатели должны быть под контролем. Первое, что мы делаем, это мы с наших информационных постов получаем телеграммы с результатами наблюдений за 8 утра, передаем их, проверяем, дополняем, передаем их в республиканский гидрометцентр. Они в прямом смысле слова заглядывают в будущее и предсказывают то, что еще только наступит. За погодой в Брестской области ежедневно следят 150 человек. Работа синоптиков также важна и необходима, как и труд, к примеру, агронома, краеведа, эколога или биолога. Ведь от того, насколько верно составлено предсказание погоды, зависят показатели в различных сферах и отраслях жизнедеятельности. И в завершении сюжета, конечно, о погоде. В нынешнем году весна будет немного позже. И весенняя погода будет ожидаться к концу марта, начале апреля. Существенное повышение температуры воздуха ожидается в середине апреля. По предварительным данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в апреле будет на 1 градус выше климатической нормы и составит плюс 9, плюс 10 градусов. Виктория Саченко, Андрей Щерб, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы «Бугинформ». О погоде на ближайшие дни через несколько минут. В эфире были итоги недели на БугТВ. Смотрите нас в 19.40, 22.50 и утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 20-63-67. Мы вас услышим. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Погоду воскресенья в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. В Бресте 25 марта ожидается пасмурный без осадка в день. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0,2, максимальная днем 8 градусов со знаком плюс. 26 марта большая часть территории будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Лишь днем на северо-запад страны переместится атмосферный фронт со стороны Польши. Без осадков, но пасмурно ожидается в первый рабочий день в Бресте. Ночью и утром возможен слабый туман, слабый гололед на дорогах гололедится. Ветер переменных направлений умеренный. 1,3 градуса со знаком плюс температура воздуха ночью до 8 выше нуля максимальная днем.